Ну что, друзья, мастер-класс позирования бикини от про-атлета нашего и тренера Маши. Просто прекрасные девочки. И моя ученица готовится выступить на Европе уже в ближайшие дни, в субботу-воскресенье. Первый раз. Тяжело, трудно. Посмотрите немножечко, как отрабатывается позирование. Позирование самое сложное, что может только быть. И улыбайся. Все, теперь можешь. Ножки вместе помнишь, да? Мы всегда ставим с ногами вместе. Больше ножку согни, больше на бедро уйти. Вот так, хорошо. Вот сейчас похоже, да? Поехали. Это я не могу. Надо, надо. Так, лучше поднимести. Молодец, еще больше спины. Еще сюда попу развернуем. Молодец, хорошо. А уходят все, там скажут, куда уходят. Обычно отсюда уходят, а куда уходят. Ну там не посылают? Идите. Ну да. На месте пошли в этот раз. Все, вот так. Стрисать. Здесь можно с ней обмануть, да? А какой тебе удобнее? Давай посмотрим. Хорошо, так тоже хорошо. У вас другие плечи сюда по мне. Ручку поставь на талию, не на бедро. Да, вот сюда. То есть мы визуально сделаем талию хуже, если мы поставим сюда ручку. А вот это ручка, вот здесь. А вот это ручка, вот сюда впадет. А? Вот анталию не спешит. Нет, нет, дорогая, нет. Ты ставишь ее здесь у тебя ручку, либо... А когда у тебя анталию? Да, да. Какую ты видишь? Ну вот это. Вот это? Да, тогда да. Тогда еще плечи надо и сюда. Вот так. А ту ручку не закрывай бедро. И помни, здесь максимально скручивание идет. То есть ты должна пресс напрячь и при этом вывести лодицу вперед. Тогда все увидят, что у тебя еще будет вот последний штуки. Вот иди, 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 во-первых. Вот здесь вот. Сломайся, вот здесь сломайся. Да. Максимально уйти вот это видно. Хорошо. То есть пальчики всегда идут вперед. Да, друзья. Поверьте, позирование это самое сложное, что может только быть. Вот сейчас мне нравится. Хорошо. Можете быть самым лучшим, самой лучшей на сцене, но двигаться коряво, никогда вам не быть в призовых местах. Особенно, конечно, это важно для девочки, для девушек. Танец, песня, движение просто как стих непрерывный, полет птички. Вот это. Потом идет небольшой слизишн и уходим на сцену. И все. Это нужно? Не нужно вот это сделать, я не могу сталкивать. Ты можешь это делать, это можно. Потому что ты переключаешься с переднего вида на задний, и с переднего, а с переднего, а с переднего уже на задний будет отличаться. Поэтому ты можешь сделать любой слизишн. Браво. Вот так хорошо. Хорошо. Еще раз, еще раз. Вот так вот, сюда еще чуть-чуть, чтобы на меня выглядел. Прекрасно. Вот так расставляем. Двину. Еще поднись. Хорошо. А, попробуй немножко перестать на носки. Посмотрим, если что-то изменится. Да, можешь потерять. Ладно, не вставать, не надо. Все, просто так стоим. Ручки немножко согнили. Хорошо. Так пропорция лучше. Отлично. Скажи, у тебя есть тренировок? Я вижу это. Но раньше был, знаешь, какой? Хуже. Нет, я имею в виду, раньше был хуже вообще. Надо исправлять тренировками потом, подтягивать, иначе это очень сильно видно. Стараемся, было вообще сильно видно. Второй у тебя сильный? Ну, тренировки немножко. Да, конечно. У меня я пришла в спорт из-за того, что у меня в детстве возглавил перец. Ну, в детстве, видишь, ты молодец, родители заметили. Да, в детстве можно. Через год. Меня пришли в 11 лет. Мы в 10 диагноз поставили. В 11 привели и сказали, ба-а-а, типа, склероза не осталась. Он так, я его чувствую иногда, потому что склероз, он все равно, этот дегенеративный процесс и деятельный талий, он влияет на весь позвоночник в целом. Я чувствую, я хожу к мануальному терапевту, да, но не видно. Ну, это к вопросу о том, что спрашивают, можно ли тренироваться со сколиозом. Друзья, нужно, да, вот Маша опередила меня. В любом возрасте вы только будете чувствовать улучшение. Я стал тройным мастером спорта, потому что сколиоз. Да, вот Юля, свидетель, тоже исправляется. У него потяжело ответить. И нормально все, замечательно. И сейчас у тебя его вообще не видно. Его не видно. Ну, Юля тоже, видишь, ты заметила, потому что ты, ну, взгляд уже, это... Ну, я доктор, поэтому я заметила. Отлично. Да, да. Сейчас, правда, доктор геотологии буду скоро, но, как бы, фельдшерство никто не отменял. А там, ты знаешь, там все параметры человеческого тела проходятся. Кто такой фельдшер? Это фактический терапевт. То есть, а здесь, в Америке, это даже больше, чем терапевт. То есть, это уже ближе к ассистенту доктора. И перспективе я просто лечу 2 года нужно. А чтобы быть уже врачом-диетологом. Да, то есть, я именно переквалифицируюсь уже не просто диетологом, человек, кто рекомендует фитнес-вотвешен. В России, ваше, я работала с заболеванием. Там, крон, диабет, заболевание почек, щитовидной железы. А здесь я этого делать не имею права, пока я... Да, в Америке более жесткая сертификация. Да, здесь более жесткая сертификация требования, поэтому мне еще надо походу получить. Ну, давай, Юля, не сачкуй, времени мало, работы много. И эта сторона отъема, потом с этой стороны сделаем. Все, на Европе, там раз на раз не приходится. Один, кто с этой стороны выпускает, и другой стоит. Я не понимаю, почему они меняют. Давние наши зрители помнят эту комнату. Год назад здесь одна звезда тренировалась. Купила ботылок. Я слышал. Я думаю, в Америку не покатила. С Америки выгнали. А ты что, злопамятная? Нет, просто я вижу людей с первого взгляда. Ну, она еще... Ладно, муж вообще просто оторви и выброси. Да, потому что на глазки бегают. Нет, Денис сказал вообще, говорит, пипец, просто демон. Плюс два еврея, это жесткая комбинация. А что, они оба евреи думают? Ну, она еврея, а он еврей с украинцем. Ничего себе. Не в обиду украинцам. У меня есть там родственники. И не в обиду евреям, да? Не в обиду евреям, потому что у меня лилийская кровь. У кого ее нету? Да, у него перепорчик. Да. Как говорят, евреи, это не национальность. Так что, друзья, не обижайтесь. Мы вообще за любую нацию, даже черных, приветствуем. Даже, ты как сказал, даже. Да, извините, опять дискриминация по расовому признаку. Не, ну просто многие черных не любят. Ты знаешь, у меня очень много интеллигентных чернохожих друзей. Ну да. Которые реально профессионалы, люди высокоинтеллигентные, образованные, и это совершенно разная, ну, каста, чем вот те, которые мы иногда видим в мире или что-то такое. Юля? Ну, пример президента вам. Замечательно, когда находит президент. А, нет, мне больше нравится Нил Деграсс Тайсон. Знаешь его? Это кто? Вон, на YouTube советую посмотреть. Он профессор астрофизики, директор Нью-Йоркского планетария. Такие вещи. Он популяризатор науки. Рассказывает науку с простого человеческого языка. Очень интересно. О, замечательно. Юля, давай. На первое место давай. Первый раз для первого раза очень неплохо. Тем более, занимаемся чуть меньше года. Два месяца всего вот готовимся к соревнованиям. Развергнишь, потому что носочки в сторону, попробуй. Да, ягодицы больше напрягаются по-любому. Больше, лучше получается. В приседе не зря разворачиваем носки. Ну, получше. Маша, кстати, ты же еще и тяжелой атлетикой занималась, да? Да. Начинала. Была чемпионка в России. Ничего себе. В тяжелой атлетике в категории 48. В каком возрасте этого? 24-25. Респект. Я была, причем, достаточно стара. Начинай тяжелой атлетику. Мне бы и он сразу, но ему сказали, что вы стара. Девушка, вы стара. Но мне было очень интересно. Хороший вид спорта. Давай с той стороны. Юля, добавь чуть-чуть. Чуть-чуть драйва от себя добавь. Чтобы было видно, что ты удовольствие получаешь в первую очередь. Снимые ноги. Давай билядей больше. То есть, когда ты идешь, ты реально не бедра, но бедра, не бедра, не бедра. Что для этого надо? Ножку ставить чуть-чуть за ногу, да? Ага. А, да. То есть, не вот так. А. Короче, как модель надо идти. Да. Идешь как модель от бедра и делаешь шаг на пятку. Даже это пятка в каблуке. На пятку. Даже пятка в каблуке. Из-за этого идет вот это движение. Понял. Ну-ка, Юль, попробуй. Ты должна влюбить в себя судьи, очаровать их. Тогда. Но для этого нужно любить себя, кайфовать от своего движения. Теперь остались судьи. Дело за мной, теперь остались судьи. Густаво же сказал, что ты хорошая, симпатичная девушка. Давай, покажи это просто. Не зря столько два месяца сидишь на диете. Все занимает время. С первого раза резко удается сделать пряну. Нужно быть уникумом там вообще во всех. Да, ты знаешь, нет. У меня были люди, которые с первого раза сразу занимали первые места, но они до этого уже тренировались 3-4 года. Просто не выступали. То есть тело уже было готово. А здесь с нуля сделать тело плюс вывести это тело на соревнованиях, потому что никто не знает, как тело будет реагировать. И еще все-таки не 20 лет. Первый, ты знаешь, здесь не важно на самом деле сколько лет. Я, кстати, люблю больше готовить спортсменов около 30 лет. У них дела более сформированы. И уже гормональная система достаточно дискоррозная. Голова по-другому? Голова на месте. Потому что дети там 18-19 лет у них еще... Романтика еще. Романтика. Вот у меня только что ушла одна спортсменка, потому что она решила, что все у нее отношения, они имеют больше времени на соревнованиях. Про которую мы говорили вот? Да. Ну, я понимаю, дело молодое 20 лет, выступила, победила. То есть, понимаешь, здесь две стороны. Люди, которые изначально не побеждают, у них больше запало. Ну да, да. А тот, кто легко, учил первое место, да, вот это я уже звезда. Все, я уже свое получила. То есть, понимаешь, я, например, на своих первых соревнованиях, я заняла последнее место. Последнее? Последнее, реально последнее. Ну, во-первых, тогда не было... Ты слушай и делай. Тогда не было категории ВИГУ, ВИГУ. Я помню, да, вообще ничего не было. Тогда мы поделились для фитнес. Для фитнеса надо произвольную программу с элементами гимнастики. Да. Которого у меня вообще не было никак. А для бодитутинга у меня было недостаточно мышца, он вышел оттуда. Ну, естественно, заняла последнее место. Мне было 19 лет первое шоу. Да? 15 лет. Ну, все равно молодец, выйти на сцену. Да, 19. И уже 20, от выступавших 3 шоу, я стала занимать первые места. Да вот не так-то много времени прошло. Не так-то много, да. Но у тебя зато был запал, тебя это не убило. Многих же это сразу отодвинет. Ну, знаешь, какая у меня взрослась была спортивная, потому что, придя из боевых искусств, я была чемпионкой Европы в этой гваду. И получив последнее место где-то... Тебя это сильно по самооценке ударило. Я была 7 лет, понимаешь? Единоборствах мне рады, их не было в моем весе. И тут на тебе, здрасьте, последнее место. Зачем? Зачем так? Несправедливо. Ну, и потом появился хороший тренер. С первым тренером не срослось, но ему не было достаточно знаний, чтобы подготовить именно фимейл, женского спортсмена, не мужского. Да, разница большая. Там в 8 лет он хорошо готовится, как спортсмен, но как тренер нет. Давай, Юля, тут замерзнешь. Нет, мне жарко. Вот, сейчас хорошо плечи. Как будто ты сделала вдох, не как будто, а ты сделала вдох и держала его, и при этом напрягла просто плечи. Замечательно. Смотри, Слава. Да, вообще, потому что у меня вот напрягало, у нее были плечи неправильно. Вдохнула, грудь вперед и лопатки вместе, да? Лопатки, они не вместе, они вот так. Ну, широчайшие показы. Как бы пытаются, типа, типа показать, что чаще. Вдохнули, это не нужно, но... Но красивее смотрится талия. Да, осанка красивее смотрится. Вот сейчас плечи намного лучше на одном уровне. Вот так, молодец. Плечи оставляют впереди. Тут ломаемся, я всегда говорю, ломай себя здесь, да. И еще все ниже. Молодец, замечательно. Не надо больше повернуть к зрителям, чтобы талия оказалась меньше. Что думаешь? То есть, знаешь, у нее нормальная талия. Относительно ее роста... Ну да, относительно роста хорошо. Просто сейчас я не думаю, что надо сильно поворачивать, у нее не хватает квадритиксов. Их надо растить по одному. И бицепс бедра. Если мы их еще сильнее поднимем, они пропадут вообще. Исчезет нога просто, да. И будет тонкая ножка, ну как бы, нехорошо. По виде... Да. Позирование меняется в зависимости от изменения тела. Конечно. Если в этом году ты позировала так, это не факт, что ты так же будешь позировать через полгода. Лучшие стороны показываем, худшие прячем, да? Лучшие прячем. Они есть у всех, но мы стараемся позировать. Почему позирование это очень важно? Потому что здесь, как правило, твоя годовая пусковка улазит. Показать все. Да. А здесь вы не принадлежали, кто? Вот здесь, да. Здесь стержи, Наталья. И все замечательно. И Талья лучше чувствуешь, что ты напрягаешь мышцы. И в то же время, и ревизуально чуть-чуть меньше. Плечи еще раз сюда. Вот так. Хорошо. Хорошо. Так. Вперед. Пошла. Так. Значит, я вот эту штуку стоим. То есть твоя вперед, это вот эта. Зад это, зад это вот, и он просто стоит. Вот это вот. Я покажу. Становлюсь, а потом покажу мышцы. И смотри. Вот ты вышла, сюда показала эту первую. Ну смотри, это уже вечерняя шоу. Дневной шоу так не будет. А как? Дневной шоу. Вас вот. В линию. В линию. Поставка мировой вели. Вот там. Там стоите, здесь стоите. И потом просят по номеру, например, этот ряд вышел первый. И вы просто делаете переднюю, потом заднюю. Могут поменять лица. А могут просто на место оставить. То есть ты будешь все время стоять вот так. Мне надо, если ты стоишь в линии, и ты видишь, ну, например, те сорти слова, я не знаю, сколько людей будет, но просто тебе небольшое подсказка. Если вы стоите тесно, сделай пол шага вперед, чтобы ты не терялась. И стоим, улыбаемся, раздумывая, слушаем, все. Вот. Стоим, можно сторону поменять, пока те позируют, ты можешь поменять сторону, чтобы тебя опять заметили. У нас, так, вот, например, на моих последних соревнованиях, у меня в последней категории было 15 человек, что за фигуру реально много. То есть, обычно у нас фигур 6, 7, 15. Ничего себе. И реально высокие девчонки. Там, где ты стала абсолютная? Да, реально все высокие, то есть, я так на голову вообще ниже. Знаешь, даже кепка называется, не помню. Вот, то есть, что я делала? Вот они там все пучкоются, раз, вышла и показала им еще раз. Все свои позиции. Типа, на, смотри, все работают, а я тут работаю. Да, да. Никогда не расслабляйся, это важно очень. В итоге меня ставят в центр и начинают уже сравнивать со мной. Потому что я просто внимания... На себя просто, да. И в итоге, после утреннего шоу, я встречаю главного судьбу в лифте, он говорит, поздравляю, такая форма, молодец. Думаю, так, ну, мне хорошо, что ты ее делаешь, он меня уже в лифте поздравляет. То есть, ну, и вечером я выигрываю две этих категории, старше тридцати и по невзрослым. И потом уже меня в абсолютку со всеми чемпионами, да. О чем Маша говорит? Что ты должна... Все будут красивые, но когда будут смотреть, судьи должны видеть только тебя. Вот что для этого нужно делать, ты должна придумать сама. То есть, может быть, когда ты стоишь и ждешь. Давай попробуем вот это. Ты стоишь и ждешь. Ну-ка, давай на другую сторону. Давай, плечики вперед, выведи. Хорошо, ниточку напряги. И стоишь ты. Вот тебе удобно стоять в этой позе? Да, мне нужно стоять. Ты, ну, ты так, найти, найти не нужное положение ног. Удобно стоять в этой позе? Это другая поза или ты сравниваешь? Его можно тоже в такие не использовать, когда ты просто ждешь в ряду. А, в ряду, да. Ну, вот та поза красивее. Проба говоря, ты отдыхаешь в этой позе. Но не расслабляешься. Удобно, да. Но в то же время здесь все красиво. Она высокая, мне кажется, ей сложнее в такой позе удерживать равновесие. И она больше напрягается. Ты там прям силу притяжения сейчас оденешься. Где? Притянули. Хорошо, тогда ты ждешь в этой позе. Попробуй. Давай на две стороны посмотрим. Давай эту сторону посмотрим. Удобно в ней стоять? Комфортно? Да. И попробуй будешь на эту сторону. Потому что, если что, поменяешь. Одна нога в текло, не на другую. Но когда ждешь, ты все равно должна понимать, что ты как будто стоишь и тебя оценивают. Животик всегда втянут. Плечи всегда. Всегда. Улыбаешься. И улыбаешься. Просто как будто позволяешь немножечко другим себя показать. Нормально, да? Отлично. Мне нравится. Вот это на поезда. А это вот так. Отсюда талия. Вообще талия отсюда прям очень маленькая. Ну, отлично. Ну что, его не нравится? Да. Я думаю, в такой завтра можно отдыхать. Мне тоже кажется, да. Как бы выучить ее сейчас для пресс-блоки уже мало времени и уже не успею. Ну, конечно, да. Уже рефлекса не будет. Но, в принципе, для отдыхать мне нравится эта поза. Вот дошел, дома не лежишь на диване, а стоишь в этой позе. Да? Смотришь и лежишь в этой позе. Все делаешь в этой позе. Вот еще, смотри, вот то зеркало ты увидишь, как со спины. Вот это, смотри туда. Вот это, смотри туда. Видишь? Хорошая поза. Мне нравится. Мне нравится. Выгодно, выгодно смотрится, скрываются недостатки. Здесь прекрасная идет пропорция. Спина, талия. К следующему году надо мясо наращивать. Да. Давай еще, ну давай, мы туда помочь. Давай еще. Давай, давай. У меня уже ребят лежат на нас. Позирование самое сложное. А на сцене может даже, вот Машу спроси, может какую-то мышцу даже судорогой свести. Поэтому нужно быть очень, отрабатывать это позирование с утра до вечера дома. Гибкости, немножко уверенности не хватает в позировании. Но это учится со временем. Это надо, два, 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 два. Тут уже ходишь лучше. Поувереннее. Вот так, вот так. Молодец. Хорошо. Да, лишних движений уже меньше намного. Вот эта отработка, наработка, убирание лишнего, отсекания, оно как раз делает вот как алмаз, да? Я не медленно делала. Бриллиант, точнее. Бриллиант, нормально. Нужно расстоять, нужно. Но делать будешь, если быстро, будет казаться, что ты не уверена тоже. Лучше чуть замедленнее все-таки, наверное, да? Да. Да. Ну, я слышала, что многие боятся, потому что они страшны. Они, да, и это выглядит, как будто ты бежишь, реально. Не торопись. Там время, время изменяется, сознание меняется. Скажи, Маша, первый раз ты помнишь? Когда выходишь на сцену, сознание меняется. Время начинает казаться растянутым. А для людей все остается точно так же. И когда ты начинаешь делать быстрее, кажется, что ты в ускоренной перемотке все делаешь. Поэтому тебе Густаво же сказал, считай про себя. Позиции отсчитывай, тогда будешь уверен. И улыбаешься. Улыбаешься всегда. Смотришь на судей. Хороший купальник. Да, классный. Сколько стоил купальник, Юль? 500 баксов, да? Прилично. Слушай, Маш, пока ты еще вот здесь, и Юля тоже. Скажите, вот меня часто девочки спрашивают, можно ли совмещать именно выступательный спорт, да, скажем, и простую жизнь? Не нужно ли, женщины спрашивают, уходить целиком и полностью? Не мешает ли это твоей жизни, вот то, что ты занимаешься спортом профессионально? Всю жизнь, да? Могу ответить, что нет. Помогает только, да? Ну вот, Юля, тогда ты вот решила выступать. Твоя жизнь как-то изменилась в худшую сторону? Кроме того, что ты испытываешь проблемы с питанием, то, что не позволяешь себе есть то, что хочется. Ну, социальные все-таки, конечно, немножко меньше стало, потому что всегда, когда куда-то зовут, подруги, это оказали парень, какие-то рестораны, а естественно, я не хожу, я не хожу, я не хожу, я не хожу. Ну, то есть, жизнь стала более здоровой, дисциплинированной. Нет, я могу сказать, что, например, в помежутках между соревнованиями можно позволять себе периодически и социальную жизнь. Нужно. Ну, что в этом страшного, не можно, а нужно. Ну, то есть, это не сделает тебя монашкой. О, Боже, откуда такие вот снижения? Ну, я не знаю, вот люди, девочки спрашивают. Например, меня очень, знаешь, заводит, я бы так сказала, факт, что мое тело 365 дней в году выглядит так сильно. Да, вот вопрос конкретно, вот сейчас пролетает, я в прямом эфире, я вам не говорил. Женщина спрашивает, Егор, можно в 50 лет участвовать в фитнес-бикини? Конечно, можно. Скажите, что у меня сейчас две спортсменки, 48 и 51. Будут выступать, да. Будут выступать, при этом чувствуют себя очень уверенно и не боятся показать, что, извините, это не возраст для женщины, которая следит за собой. Я думаю, может, да, что это наоборот, только омолодит вас. Это даст вам второй толчок в жизни, вторую молодость. Это даст вас, поэтому, что каждое десятилетие в жизни женщины должно отмечаться чем-то особенным. Если вы смогли ваше тело привести настолько в порядок, вы гордитесь, и вы не стесняетесь показать это на сцене, плюс еще, если заработаете результат, вы не только поднимитесь в своих собственных глазах. Мне, например, извиняюсь, ну, по барабану, что думают другие. Конечно. Я люблю это, но... Главное, получать удовольствие, да, от этого. И это удовольствие, на самом деле, вы заведете новых друзей, которые будут морально вас поддерживать в этом, понимаете? Да, кстати, Юль, у тебя появятся другие друзья, если ты будешь этим заниматься. И вы сможете уже вместе проводить какой-то досуг, но уже более полезно. Все мои друзья, например, знают о... Тебе? Говорят, так, ой, мы хотим там собраться на вечеринку в бассейне. Ну, ты же сейчас уже говоришь, что тебе многие говорят, Юля не ожидала от тебя этого, зачем тебе это надо, да? Ну, это мои подруги с Россией. С Россией, да, да? Мне же нравится, что в данном случае в моей семье, в кругу моих друзей теперь фитнес выставляется как приоритет в жизни. Это полезно, это красиво, и это помогает взаимоотношениям в семье. Как бы вы, девочки и мальчики, не говорили, что главное там характер, душа, качество человека. Но извините, когда ты живешь в браке, вот эта дневная рутина, но когда твой муж видит, насколько ты организованно меняешься. Конечно. И уверенно в себе. Понимаете, мужчина любит завоевывать. Даже он на вас женился и выбрал вас 15 лет назад, он любит вас завоевывать. И если вы ему покажете новую себя, чувствую себя, которую нужно еще, да. Сейчас она стала глупой, я такого не ожидал. И у вас даже отдавятся отношения с вашим супругом или партнером, или там, с кем вы встречаетесь. Это, в самом деле, здорово. И ваши дети начнут вас уважать. Это бесценно, как в известной рекламе. Например, мой сын знает, что я готова все говорить. Мамочка, ты не переживай, я пойду сам себе все приготовлю, потому что тебе нельзя вороженое, тебе не исключение. Я все сделаю сам, чтобы тебе не хотелось попробовать. Ему всего 8 лет, но он вырос в этой семье. Уже понимает все. И он понимает, он говорит, о, тебе надо на тренировку. Не переживай, я там сам все себе помогу. То есть, понимание идет отсюда. Например, для меня важно, что меня уважают, как женщину в моей семье. Как спортсмена. Это важно быть спортсменом и быть женщиной и мамой, и женой. Одновременно все это. Одновременно. Это великолепно, когда ты можешь совмещать. Я горжусь тем, что я до сих пор в течение 22 лет могу себя заставить сделать себя в таком смысле, ну, скажем так, настолько удачное тело, что я могу до сих пор выступать. Я не, не знаете, как я не создаю оправдание, что у меня семья, у меня дети, у меня надо давать воде. Большинство, кстати, вот когда начинают упрекать, вот как Юля говорит, подруги пишут, зачем тебе это надо. Просто они понимают, что они никогда этот шаг не сделают. И им проще понизить тебя на свой уровень, опустить вот в это болото. К сожалению, это свойственно славянским нациям. Я не являюсь там не расистом, никем, но нужно понимать. У меня есть друзья, которые вообще не выступают, они обычные люди, не в упор обычным людям, но по каким-то причинам они не тренируются, не выступают. Не нужно им это просто. Но они, поскольку они друзья, они уважают, что ты делаешь, и они не пытаются тебя понизить. Извините, если этот друг пытается тебя понизить, это не друг. Да, да. Это не друг, а правда. Кстати, вот пишут, спасибо, женщина пишет, что она тренируется, хочет тоже выступать. А Юле пишут, у Юли много шансов победить, классная внешность, очень милая девочка, но уверенности надо больше. Сделаем уверенность, ребята. Уверенность приходит за время. Она не берется завтра с чистого листа. И она зарабатывается, поэтому у нас сигналит от того, что она очень медленно, я вот прям чувствую, она растет. Вот, видишь? Ну, это очень медленный пиццент, поэтому так все, как и на сегодняшний день. И плюс, как тело будет изменяться каждую подготовку, и уверенность начнет превращаться в слона. Когда она превратится в слона, ты будешь чемпионом. У меня, наверное, уверенности в два слона. Да. Я так думаю за все эти годы, да. То есть, даже... Но у тебя, знаешь, вот здесь нужно отметить, что нужно быть уверенным в себе, но не самоуверенность. Вот многие путают это. Да, уверенность. Уверенный, да. Психологический настрой спортсмена очень важен. Я самокритична. Я буду самокритична и до мозга костей. Но я тебя знаю, да, уже давно ты всегда оцениваешься критически. И я очень, да, я очень самокритична, поэтому у меня всегда есть тренер. У меня два тренера, ребята. Вы чем профессиональным спортсменом теперь. Вот сейчас я готовлюсь к очень большому шоу. Да, я готовлюсь к Олимпии. То есть, у меня 6 месяцев запас. Ты реально сейчас к Олимпии готовишься? Ничего себе, я даже не знал. Я готовлюсь неделю назад. И у меня два тренера. Один диетолог? Один диетолог, кто дает питальные добавки. Второй, кто изменяет мою реликую задницу. В плане тренинга? Потому что, ребята, когда вы готовитесь, естественно, будут люди спрашивать, а что если нет тренера, и как себя мотивировать? У меня для этого есть мой тренер, который меня занимает зале. Ну, он же 8 рук, так что мне следует. Да, да. Но я вам скажу больше. Я вот уверен, даже если бы у Маши не было ни того, ни другого, она все равно бы делала это. Потому что самое важное, мотивация это внутренняя мотивация. Если у вас мотивация только внешняя, к примеру, посмотрели красивую картинку, замотивировались, завтра вы эту картинку не увидите. Все, мотивации нет. Это как счастье. Ты либо счастливый, либо ты в поисках счастья. То же самое мотивация. Найдите свое счастье. Ему можно найти на жирном зале, я бы сказала, завтра. Можно найти на соревнованиях даже. А у тех людей, которые там будут соревноваться, найдите свое счастье. Ну и я думаю, что искать себе вторую половинку среди мужчин и женщин все-таки лучше здесь. Для того, чтобы найти нужного партнера, разберитесь в себе. Начните, не начните с себя. Начните меняться сами и увидите, кто любит потянуть. У меня есть несколько клиентов, которые пришли, будучи одинокими, неуверенными. И изменив свое тело. Нашли себе, да? Поменять жизненные приоритеты. В итоге, теперь учили стоить поклонников, и в итоге она нашла того, кого, в принципе, она искала. Знаете как? Полонинку нашла. А этот процесс был, как и заключить-то, был в ней. Она не видела, она стала перед хорошего человека, который был. Рядом. И это всегда, да, потому что она была неуверена в себе. Как только она стала быть уверена в себе, нарисовался ее настоящий подверг, и того человека, которого ей нужно найти. Маш, скажи, вот интересуется, сколько стоит здесь в Америке тренинг по поузингу от профессионала, как ты? Отлично, ну, допустим, скажем так, если это одно базирование, я беру 60 долларов. Если это будет пакет базирования, то можно сделать скидку. То есть, вы знаете, всегда от количества может быть не ниже цена. Но в среднем это 60. Я, например, своему тренеру платила 85. Каждый, в общем, берет с... Она была мисс, второе место Олимпия. Это мощно, да. Поэтому я считаю, что учиться надо у лучших, если есть возможность учиться у лучших. Мой тренер, с кем сейчас я тренируюсь, кто меня ведет, его питание, и добавка. Она вот сейчас заняла второе место на фон классике по гуман-диси. Ничего себе. И будучи профессиональной фигурой, она выбрала все соревнования в Юнайтинг. Все? Все в США. Она заняла первые места. На которых участвовала здесь? За один год. Восемь турниров за один год. Скажи, как ее зовут, люди найдут. Покажем вам потом ее фотографию. Да, Наталья Куяло, это тренер. Ну что, Маша, спасибо тебе огромное. Не будем тебя дольше еще задерживать. Давай, Юля, еще разок покажи нам для закрепления. И, пожалуйста, не меняй руки. Если ты уже взяла одну руку на поезд, то и держи ее. Давай. 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 Гримку пили, зарегистрировали гримку. Да. Я считаю, что это выглядит. Хорошо. Еще сюда. Сейчас ребята сами потренируйтесь еще на другую сторону. Всем, друзья, удачи. Увидимся в следующий раз. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok